Президентом России Владимиром Путином к 1 декабря всем субъектам страны поставлена задача создать Центр управления регионом. Функционирование Центра, начавшего работать в Верхневолже, обсудили 27 ноября на заседании Президиума правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя. Более тысячи обращений от жителей Тверской области поступило в Центр управления регионом с момента его открытия. Все они оперативно взяты на отработку. На часть даны ответы. Новая структура это быстрое и эффективное реагирование на вопросы, которые волнуют жителей с использованием современных средств коммуникации. По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина создан Центр управления регионом, так же как и во всех субъектах Российской Федерации. Это новый центр мониторинга, обращений граждан в социальных сетях, в платформе обратной связи и обращений граждан, которые поступают в министерство. По словам губернатора Тверской области Игоря Руденя, работа с обращениями граждан – одна из наиболее эффективных форм обратной связи с населением. Глава региона поставил задачу усилить контроль за своевременным реагированием на вопросы жителей Тверской области, в том числе опубликованные в соцсетях. Все обращения специалистами центра отслеживаются через специальные программы. Здесь рассматривают не только сиюминутные проблемы, но и вопросы, требующие системного решения. Самое важное для нас это, чтобы гражданин получал быстрый, качественный ответ и его проблема была решена. К нам в тепловую карту региона встекается вращение по всем направлениях, но есть приоритетные – это социальная защита, здравоохранение, экология твердокоммунальные отходы, дороги, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, работа многофункциональных центров. Решение вопроса в районах специалисты центра будут видеть на разноцветной карте региона, которая работает по тепловому принципу. Чем сложнее обстановка, тем интенсивнее подсвечивается участок, на котором возникла проблема. В перспективе планируется интегрировать в ЦУР все региональные системы, по которым поступают вопросы, жалобы и обращения жителей. Продолжение следует...